Победитель общероссийского конкурса молодёжных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости» Иван Мацак. Проект — дистанционное энергоснабжение летательных аппаратов и робототехнических устройств инфракрасным излучением на Земле и в космосе. В эпоху высоких скоростей и робототехнических устройств широкое применение получили беспилотные летательные аппараты. Дроны используются для доставки товаров из интернет-магазинов, съёмки видеоклипов, фильмов и репортажей для наблюдения за дикими животными. Беспилотники могут использоваться даже для подачи еды в ресторане. Дрон в каждый дом — девиз нашего времени. По оценкам счётной палаты США, от использования дронов во всём мире можно будет выручить 82,1 миллиардов долларов. Повсеместное использование дронов увеличится в разы. Такие перспективы применения требуют доработок и самого летательного аппарата. Несмотря на массу достоинств, беспилотники не лишены недостатков, главный из которых — короткое время полёта, так как питается дрон от обычного аккумулятора. Решить эту проблему взялась команда молодых учёных из ракетно-космической корпорации «Энергия» «Город Королёв». Руководитель проекта — Иван Мацак. «Они летают от 15 до, может быть, 30-40 минут, но не больше. И это проблема. То есть вы в таком режиме 15 минут летаете, 2 часа заряжаетесь. С помощью нашей технологии мы можем заставить беспилотника летать всё время, то есть подзаряжать его аккумулятор, пока он находится в воздухе». Достигается это путём простой технологии. Учёные из группы Мацака решили прикрепить к беспилотнику солнечную батарею и светить на неё лазером, так как Солнце в нашем климатическом поясе — недостаточно мощный источник энергии. Учёные провели исследование и разработали систему дистанционного энергоснабжения, которая позволит значительно увеличить время полёта дрона. Тогда он сможет летать 24 часа в сутки без подзарядки. «Увеличение дальности полёта, увеличение времени полёта и увеличение грузоподъёмности за счёт применения технологий — это новый шаг для беспилотников, потому что он может решать ещё больше круг задач, получить ещё больше распространения». Для начала в оптической лаборатории провели демонстрационный эксперимент. С его помощью были изучены возможности беспроводной передачи энергии на расстоянии 100 метров. Но наука не стоит на месте. «Мы сейчас готовим в Ракетно-космической корпорации космический эксперимент по беспроводной передаче энергии. Это уже другой класс приложений для спутников и в перспективе для передачи энергии из космоса на Землю. Но мы сейчас говорим о наземных приложениях, потому что они наиболее очевидны и наиболее близки в реализации». Победитель общероссийского конкурса молодёжных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости» Иван Мацак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Энергия молодости» Иван Мацак. «Энергия молодости» Иван Мацак.